Что общего у зимнего праздничного стола и одного из самых красивых голов в футболе? Почему один матч в ноябре 2013 года перевернул не только судьбу сборной, но и изменил результаты голосования за золотой мяч? Как всего лишь один удар с пенальти смог морально уничтожить вратаря и принести команде победу? Или же как часто вы видели, чтобы все фанаты соперников встали на ноги и аплодировали чужому игроку? Добро пожаловать в сборник легендарных моментов, где собраны одни из самых незабываемых и культовых эпизодов, оставивших след в сердцах болельщиков по всему миру. Для кого-то это видео станет возможностью увидеть эти моменты впервые, а кто-то с ностальгией вновь переживет эти величайшие эпизоды, которые уже стали историей. Друзья, сегодня я расскажу вам о 10 самых незабываемых моментах в истории футбола. Месси назвал имя обладателя золотого мяча 2024, и это не Венисиус, Родри и Беллингем. Но самое страшное, что Киллиан Мбаппе может попрощаться с футболом на ближайшие 6 лет. Пока все очень серьезно. Эти две новости вы можете увидеть в моем телеграм-канале «Жизнь. Футбол». Время и дата обоих постов в верхнем левом углу. Кстати, если вас интересуют матчи и их результаты, то тогда залетайте во второй канал, ну а на третьем канале вы можете посмеяться над футбольными мемами. Друзья, заходите в мой телеграм и взгляните, что такого мог натворить Мбаппе во время международной паузы. Ну а теперь я желаю вам приятного просмотра. 16 апреля 2014 года Реал и Барселона сразились в финале Кубка Испании. Лидер сливочных Криштиану Роналду не смог принять участие в игре из-за травмы. А поэтому место Криша на левом фланге занял Гаррет Бейл. Уже на 11-й минуте встречи Мадрид вышел вперед усилиями Анхеля Ди Марии, который, в свою очередь, занял фланг Бейла. На 68-й минуте поединка центральный защитник Аталонцев Марк Бартра сравнял счет в матче, и вплоть до 85-й минуты ни одна из команд больше не сбивала. Все смирились с тем, что будет дополнительное время. Но Гаррет Бейл хотел закончить матч как можно скорее. После паса от Иска мяч оказался у Каентрау, который покатил на Бейла. А затем Валеец сделал нереальное. Он пробросил мяч далеко вперед и сделал фантастический спринт по бровке. Гаррет оббежал ранее упомянутого Марка Бартру и оставил того в дураках. После чего вышел 1 на 1 с Хасепинта и издевательски прокинул мяч между ног вратарю каталонцев. Это было легендарно. Стадион закричал, а Роналду на трибунах праздновал гол своего партнера. Бейл развил фантастическую скорость в 35 км в час, оставив Барселону и ее защиту в полном замешательстве. Этот сумасшедший гол стал символом невероятной физической мощи и мастерства Валийца. Спустя 6 лет в 2020 году Марк Бартра в интервью Икиру Кассильесу признался. «За 15 минут я из героя скатился в дерьмо», показывая, насколько разрушительным был этот момент для защитника. В 2019 году Аякс и Тоттенхэм встретились в полуфинале Лиги Чемпионов. В первой игре на выезде нидерландцы одержали минимальную победу со счетом 1-0, что дало им уверенность перед ответной встречей в Амстердаме. Уже в первом тайме ответного матча Аякс продолжил доминировать, забив дважды и увеличив свое общее преимущество по сумме двух игр до 3-0. На тот момент мало кто сомневался, что амстердамцы выйдут в финал турнира. Однако Тоттенхэм не собирался сдаваться. На 55-й минуте бразилец Лукас Моура выбежал 1 на 1 и отыграл один мяч. Спустя всего 4 минуты возник драматический момент. После сумасшедшего сейва в исполнении Андреа Нана мяч отскочил обратно в штрафную. И Лукас Моура, проявив реакцию и хладнокровие, забил второй гол. 3-2 к 60-й минуте. Но Тоттенхэму нужен третий гол, который выведет их в финал. Но вот идет 95-я минута игры. Лукас снова подхватывает мяч и... Удар! Гол! 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 О! Боже! Бой! Мы видим чудо! История! Забивает третий гол на 96-й минуте поединка. Тем самым выводя Тоттенхэм в финал Лиги Чемпионов 2019 года. В то время действовало правило выездного гола, а поэтому шпоры вышли в финал благодаря трем голам в гостях. Это было легендарно. В тот день мы увидели один из самых драматичных матчей в истории Лиги Чемпионов. Слезы радости и слезы грусти. Все это было в той майской игре на Амстердам-арене. Ну а Лукас Моура буквально за одну игру вписал свое имя в историю футбола. Ведь я уверен, что вы, вспоминая этого игрока, сразу же думаете о перформансе бразильца в этой игре. 1 января 2017 года. Праздничная суета только улеглась. И пока все доедали прошлогоднее Оливье, свежий Оливье должен был выйти на поле. В тот вечер Арсенал принимал у себя дома Кристал Пелес в рамках очередного тура АПЛ. Время на отдых не было. Уже в 6 часов вечера команды вышли на матч, готовые показать зрелищный футбол. На 17-й минуте игры канонеры перехватывают мяч и убегают в контратаку. После нескольких передач мяч оказывается в ногах у Алексиса Санчеса, который отправляет снаряд в центр штрафной, после чего... Ох, какой удар! Это гол! Фантастика! Что творит Оливье Жеру? Оливье Жеру, находясь в полушпагате спиной к воротам, совершает невероятный удар пяткой в прыжке, известный как удар скорпиона. Мяч после касания взмывает воздух и врезается в перекладину, от которой отскакивает прямо в сет к ворот. Этот гол оставил в шоке не только болельщиков, но и самого нападающего, который после признавался, что не ожидал такого исполнения. В конце года этот невероятный момент был признан лучшим голом года, а Жеру был удостоен престижной награды – премии Пушкаша. Удар скорпиона навсегда останется одной из самых ярких страниц в истории ОПЛ. Но зато теперь мы точно знаем, что 1 января – это день Оливье. В 2005 году на стадионе Сантьяго Барнабеу встретились два главных соперника испанского футбола – Мадридский Реал и Барселона. Матч начался с накалом, но никто не мог предугадать, что этот вечер станет историческим. На поле сверкал Рональдиньо, чей магический контроль мяча поражал даже самых преданных болельщиков Реала. На 60-й минуте, пройдя через оборону мадридцев, словно по анаитию, волшебник в одиночку прорвался к воротам и мастерски отправил мяч мимо Икира Кассирьеса. Реакция трибун была удивительной, но это был только первый акт его спектакля. Всего через 15 минут Рональдиньо снова врывается на дриблинге, оставляя защитников Реала неудил и забивает второй потрясающий гол. Это был момент абсолютного доминирования и мастерства. Болельщики королевского клуба осознали, что стали свидетелями чего-то особенного. И именно поэтому весь Барнабео встал на ноги и начал аплодировать. В тот вечер Рональдиньо не просто победил Реал, он завоевал уважение их болельщиков, вписав свое имя в историю Эль Классика. В 2018 году Златан Ибрагимович перебрался в американский Лос-Анджелес Гэлэкси. Ибра всегда отличался своим невероятным характером и самоуверенностью, но никто не мог представить, что его дебют в МЛС станет легендарным. По итогам первого тайма Лос-Анджелес громил Л.А. Гэлэкси со счетом 3-0, но хозяева отыграли один мяч на 61-й минуте игры. На 71-й минуте тренер наконец выпустил Ибрагимовича, и произошедшее в следующие 20 минут навсегда вошло в историю футбола. Гэлэкси быстро отыграл еще один мяч, но для победы нужно было как минимум еще два гола. На 77-й минуте мяч приземляется около Ибры, после чего шведский форвард, практически с центра поля, наносит сумасшедший удар слета по воротам Лос-Анджелеса и отправляет мяч в сетку их ворот. Невероятный гол в первой игре за клуб, да еще и первым ударом в матче. Но на этом Златан не остановился. На 91-й минуте он выиграл верховое единоборство и головой переправил мяч в сетку ворот гостей. Это было легендарно. Мало того, что Гэлэкси сделал нереальный камбэк со счета 0-3, так Златан, впервые вышедший в игре МЛС, стал главным героем матча, забив важнейшие мячи. В тот день Ибрагимович показал своему миру, что ему не нужны адаптация или время на раскачку. Ну а после игры швед по классике сделал сильное заявление. «Я слышал, что фанаты кричали «Златан! Златан!» Они хотели Златана! И я дал им Златана!» Барселона и Мадридский Реал лишь дважды в 21 веке попадали друг на друга в Лиге Чемпионов. И самый культовый матч команды выдали в 2011 году на стадии полуфинала. Месси против Роналду. Гвардиола против Мауринью. Это то время, когда Эль Классика была самым жестким и ярким противостоянием в мире. Страсти закипели уже в концовке первого тайма, когда запасной вратарь каталонцев Хосе Мануэль Пинта получил красную карточку. Уже в начале второго тайма португалец Пепе совершил грубый фолл против Дани Алвеса, за что получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле. Мадрид удерживал счет даже в меньшинстве. Жозе поставил игру в пять защитников, и к 76-й минуте на табло горели нули. Но в этот момент игроки Реала не уследили за Лионелем Месси, который открыл счет в матче после прострела с фланга. 1-0. Это не самое убедительное преимущество, а поэтому на 87-й минуте мы увидели нечто легендарное. Лео Месси отдал пас Бускетсу, а опорник Барсы оставил мяч Лионелю, после чего аргентинец убежал от Диара, ушел от Рамаса и Альбиоля, а затем от Марсела и со своей нерабочей ноги нанес удар в нижний угол ворот Сливочных, тем самым став автором одного из лучших голов в истории Лиги Чемпионов, и в том числе Эль Классика. Этот полуфинал стал одним из самых ярких моментов в истории противостояния двух испанских грандов, а Месси показал свое величие, забив один из лучших голов в карьере и обеспечив Барселоне победу в первом матче. Во второй игре команды сыграли в ничью, и Барса прошла в финал, где, как и двумя годами ранее, обыграла МЮ и завоевала трофей Лиги Чемпионов, утвердив свое доминирование в европейском футболе. Но в любом случае Бауриньо наступила на матче Месси обыграл весь Реал! Месси 2-0! Гениально! Ну что, уважаемые телезрители... Ноябрь 2013 года. Сборная Португалии и Швеции слеснулись в стыковых матчах за выход в финальную стадию Чемпионата мира 2014. Это было горе для всех фанатов, ведь Мундиаль пройдет либо без Ибрагимовича, либо без Роналду. И это противостояние повлияло на ход футбольной истории. Как именно? А вот сейчас я расскажу. Первая игра проходила в Лиссабоне. В той игре Кристиану Роналду забил один гол и принес португальцам минимальную победу. Но участник Чемпионата мира должен был определиться в ответной игре в Стокгольме. Все внимание было приковано к Ибре и Кришу. На тот момент лучшему центральному форварду в мире. И лучшему левому вингеру. Как бы там ни было, первый тайм завершился нулевой ничьей. Но настоящее безумие случилось во второй половине матча. На 50-й минуте поединка Роналду выскакивает один на один и отправляет мяч в сетку ворот шведов. 2-0 по сумме двух игр. Португальцы одной ногой на Мундиале. Но на 68-й минуте Слатан Ибрагимович забивает гол после подачи углового. А всего через 2 минуты шокирует фанатов сборной Португалии и забивает второй гол после мощного выстрела со штрафного удара. И тогда Криштиану понял, что судьба всей страны в его руках. Уже на 76-й минуте он снова выходит на одного вратаря и точным ударом отправляет мяч в ворота сборной Швеции. Тем самым выводя Португалию вперед по сумме двух игр. Но Роналду не остановился. Всего спустя 2 минуты он снова выходит один на один, уходит от вратаря и ударом под перекладину заносит третий мяч в ворота хозяев. Криш оформил хэт-трик и вывел сборную Португалии на чемпионат мира 2014 года. По сей день это один из лучших перформансов в карьере португальца. Ну а Швеция во главе с Абрагимовичем пролетела мимо Мундиаля в Бразилии. Но куда более интересные события случились на следующий день. Игра проходила 19 ноября 2013 года. А уже 20 ноября FIFA шокировала всех. Она впервые в истории решила продлить сроки голосования за золотой мяч 2013. И самое интересное, что все избиратели могли переголосовать. У них было еще 9 дополнительных дней, чтобы либо оставить все как было, либо же выбрать другого футболиста. Уже 13 января 2014 года прошло вручение золотого мяча. Где, как мы знаем, Криштиану Роналду выиграл свой второй в карьере золотой мяч. Все были уверены, что награду заберет Франк Рибери. Он выиграл требл и провел лучший год в своей карьере. Но именно тот ноябрьский матч между Швецией и Португалией изменил все. Буквально недавно Рибери признавался, что его просто ограбили. И он считает это абсолютной несправедливостью. Так как FIFA продлила срок голосования именно после перформанса Криша. Это сейчас учитываются выступления за сезон. А вот раньше учитывались выступления за календарный год. Но голосование проходило осенью. А поэтому вторая половина ноября и весь декабрь уже не учитывался в рамках голосования. Таким образом, тот легендарный матч между Швецией и Португалией не только определил участника чемпионата мира, но и повлиял на исход голосования за золотой мяч. Выдающийся перформанс Роналду стал решающим фактором для многих избирателей, что позволило ему обойти Рибери, несмотря на невероятные достижения француза в том году. В феврале 2011 года Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити встретились на Олд Траффорд в одном из самых напряженных матчей Премьер Лиги. Встреча двух непримиримых соперников всегда вызывает волну эмоций. Но никто не ожидал, что этот матч навсегда войдет в историю чемпионата. На табло горел счет 1-1. И казалось, что команды уйдут с ничьей, когда случилось нечто невероятное. Нани навесил мяч в штрафную и казалось, что момент упущен. Но тогда Уэйн Руни совершил нечто, отчего у каждого на стадионе замерло дыхание. В мгновение ока спиной к воротам он поднялся в воздух, вывернув свое тело в невероятном кульбите. Его удар через себя был по-настоящему гениальным. Мяч стремительно полетел в угол ворот, оставив вратаря Сити без шансов. Весь стадион взорвался от восторга, а комментаторы едва могли поверить своим глазам. Этот гол стал символом мастерства, силы и решимости Руни. Он подарил своей команде победу и навсегда запечатлел свое имя в истории футбола. Даже спустя годы этот момент вызывает мурашки у тех, кто был свидетелем этого невероятного акробатического шедевра. Спустя целых 12 лет Алехандро Гарначе повторил тот самый гол Руни. И его удар тоже оставил всех восхищений, вписав имя молодого таланта в историю АПЛ. Однако гол Уэйна останется особенным, потому что он был забит в Манчестерском дерби, в одном из самых принципиальных и эмоционально заряженных матчей сезона. 24 июня 2012 года сборные Англии и Италии сразились в битве за выход в полуфинал чемпионата Европы. По итогам 120 минут игры команды не выявили победителя, а поэтому нам предстояло увидеть серию 11-метровых. Англичане реализовали два удара, а итальянцы не забили один удар. Третьим к мячу подошел легендарный Андреа Пирло, и следующие 10 секунд повлияли на весь итог серии пенальти. Внезапно мы перемещаемся в 2024 год. Пирло на одном из интервью говорит, «Джо Харт делал странные движения с самого начала серии пенальти, чтобы отвлечь нас. Он хотел морально уничтожить нас своими приемами. И в этот момент я подумал, я должен спустить его на землю, я должен уничтожить его, а поэтому я решил исполнить». Андреа Пирло просто взял и в самый ответственный момент нанес показательный удар паненкой. Он просто-напросто морально подавил Джо Харта, который делал то же самое с итальянцами. Этот шедевр Пирло действительно изменил все. После этого пенальти казалось, что вся уверенность англичан рухнула. Эшли Янг, который подошел к следующему удару, отправил мяч в перекладину. А после него Эшли Коул был остановлен невероятным сейвом Джан-Луидж Буфона. Итальянцы, вдохновленные хладнокровием своего маэстро, продолжили серию пенальти безупречно. А финальный удар Алессандро Диаманти поставил точку в этой напряженной схватке, отправив Италию в полуфинал. Паненка Пирло не просто была элегантным техническим приемом, но и актом морального доминирования. А Джо Харт, пытавшийся своими приемами выбить итальянцев из равновесия, вдруг оказался в положении жертвы. 5 июля 2014 года у фанатов сборной Бразилии были смешанные чувства. Их сборная вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Колумбию. Но главная звезда команды, Неймар, получил серьезную травму позвоночника. А поэтому чемпионат мира 2014 для него был завершен. А ключевой игрок обороны Тьяго Силва пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек. В полуфинале бразильцам предстояло сыграть против сборной Германии. Пентакомпионы остались без своих лучших игроков, но Мундиаль проходил в Бразилии. А поэтому фанаты верили, что их поддержка поможет сборной обыграть немцев и выйти в финал турнира. И вот стартовал полуфинал чемпионата мира 2014 года. В первые 10 минут игры бразильцы смотрелись лучше и контролировали игру. Но затем случилось что-то необъяснимое. На 11-й минуте встречи Томас Мюллер вывел немцев вперед, забив гол после подачи углового. Спустя 12 минут Мирослав Клозе забивает второй гол в ворота Бразилии. Этот мяч стал историческим, ведь Клозе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира. Он забил 16-й гол на Мундиале и обошел Зубастика Роналду, который в тот момент комментировал этот матч на бразильском телеканале. Всего спустя минуту Тони Кросс с пушечным ударом заносит третий мяч в ворота бразильцев. Тони в шоке. Он не может поверить в происходящее. Не прошло и двух минут, как все тот же Кросс заносит четвертый мяч в сетку ворот сборной Бразилии. 4-0 к 26-й минуте игры. В это невозможно поверить. Нам показывают фанатов сборной Бразилии, которые поняли, что матч завершен уже на 26-й минуте. Тиаго Силва в шоке, а 58 тысяч фанатов на трибунах не сдерживают слез. Они поняли, что это конец. Но на самом деле это было лишь начало. Всего спустя три минуты Сами Хидира заносит пятый мяч в сетку ворот Салесао. 5-0 по итогам первого тайма. Казалось, бразильцам лучше даже не выходить на вторую половину игры, но выбора не было. Уже во втором тайме в игру включился суперталантище Андре Щурли. На 69-й минуте игры он забивает шестой мяч в ворота Бразилии, нанося очередной удар по разрушенной защите хозяев турнира. Болельщики уже не могли сдержать эмоций. Шок, слезы и горечь от осознания того, что их команда в полном разборе на глазах у миллионов. Но Щурли на этом не остановился. На 79-й минуте он мастерским ударом заносит седьмой мяч, забивая один из самых красивых голов того мундиаля. Мяч попал в перекладину и залетел в ворота. Это был момент, когда даже немецкие болельщики не верили в происходящее. 7-0. На табло стадиона светится этот разрушительный счет, который стал синонимом самого болезненного поражения в истории бразильского футбола. В конце матча Оскар забил гол престижа для Бразилии на 90-й минуте. Но это не спасло. 1-7. Финальный свисток закрепил одно из самых разрушительных поражений в истории мирового футбола, которое вошло в историю как Минаирасо. Катастрофа на стадионе Минаирао. Для бразильцев это был не просто проигрыш, а символ разрушенной надежды на домашнем турнире. Этот матч стал примером того, как отсутствие ключевых игроков и моральная подавленность могут привести к катастрофе. Германия, напротив, показала безупречную командную игру, что в итоге привело их к триумфу в финале, где они минимально обыграли другую южноамериканскую сборную. Но об этом предлагаю поговорить в следующей части. Друзья, видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. В прошлом видео я задал вам вот такой фотовопрос. И вот список случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. Ну а теперь самое время попробовать ответить на новый фотовопрос. Попробуйте угадать четыре футбольные сборные по клубам, точнее даже футболкам команд, за которые выступают эти игроки на клубном уровне. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok